Всем привет! Сегодня я буду рассказывать историю про инструмент, который превратил меня из человека, который боялся что-то сказать, ненавидел два года свою работу газонокосильщиком, но все равно работал два целых года, который 31 числа писал планы большие, но буквально в конце января уже все бросал. Этот инструмент помог превратиться из этого человека в человека, который уже не ограничен своим районом, газоном, но работает во всем мире, который любит свою работу, креативный продюсер и самое главное уже не зависит от оценки общества, а сам себе ставит оценки. Этот инструмент я называю контролируемая глупость. Очень просто, контролируемая глупость. Ровно 17 лет назад, представьте себе ситуацию, я человек, который не зная даже системы, которую мы называем смарт, ставить цели, правильные цели, не зная даже этого, я себе ставил цели. Я ставил цели по смарт. Они были очень умные, очень правильные, они были очень конкретными. Буквочка «С» — конкретными. Представьте себе, 30 гривен за то, что я буду косить газон. Очень конкретно. Они были измеримые. Газон я делил на 8 частей, и за 8 часов можно было его постричь. Они были достижимые. У меня были все инструменты для этого. Перчатки, триммеры, газонокосилка и так далее. Они были очень уместные, потому что до этого, когда я мыл машины на авторынке, приходили какие-то дядьки, так как это 17 лет назад было, забирали 90% всех заработков, оставалось 15 гривен. Ну, более уместно за 30 гривен косить газон. Конечно же, и они были ограничены во времени. У меня был ровно один день, вот дождь, не дождь, все равно надо покосить. Проблема была лишь в том, что, находясь в рамках, я не мог ставить какие-то другие цели. Находясь с этим страхом, с непониманием, стеснением, безразличием, у меня было все как день сурка. Невозможно ставить цели, когда в голове существуют какие-то рамки. Вы будете их ставить только ограниченными. И это я и переживал. Но для меня произошла революция. И она выглядела так. Представьте себе, мы пошли с моим братом учиться на гитаре, играть на гитаре. Это было где-то в районе 16-18 лет, поэтому нас назвали переростками, сказали, что вы не можете ходить в школу музыкальную, никогда не научитесь. Мы как-то пробрались к этому учителю и говорим, учи играть нас в джаз с первого урока. Учитель посмотрел, начал нас учить. Прошло два урока, и ко мне приходит гениальная идея. А что, если я возьму гитару и пойду играть в подземный переход? Петь не умею, но моя жена говорит, что до сих пор нет, даже голоса, слуха, ничего нет. И играть тоже не умею. Ну, я это решил сделать. Теперь, если вы спросите, зачем я это решил сделать, я бы тогда ответил, ну, не знаю. Если вы спросите, ты хотел получить какой-то конкретный результат, я бы сказал, да блин, не понимаю вообще. Как пришло, тоже не понимаю. Я просто взял гитару и два часа решил поиграть. Для меня это был, конечно же, разрыв мозга. Потому что после этого я так спросил, а что, так можно было? Это был переворот, это было новое. Хотя такой маленький эксперимент, но для меня это был разрыв мозга. И началась череда вот таких вот глупостей, которые я не мог объяснить, потому что мое окружение очень четко понимало, как я косил газоны. И крутил его виска, когда говорил, ты что, пошел играть на гитаре, это странно. Но так я начал экспериментировать с самим собой, начал делать разные эксперименты, которые превратились в инструмент контролируемой глупости. И он немножечко отличается от традиционной постановки цели. Я его еще называю трампс. Контролируемая глупость, трампс, трамвайчики, как угодно. И он имеет свои определенные шаги, о которых мы поговорим. Обязательно должен быть определенный период, роль в этом периоде, действия в этом периоде. Обязательно надо шевелиться и сохранять. Итак, первое. Роль. Выделите очень четкий срок своего эксперимента. Вот как я тогда два часа выделил. Представьте себе следующий эксперимент, который прошел через многие годы. Ночь. Африканская глубинка, вот прям глубинка-глубинка. Я с камерой. Час ночи. Еду в машине. Все фиксирую. Вдруг начинаются мигалки какие-то, выскакивают мужики с автоматами. Пять человек. Один направляет на меня. Объявляет меня террористом. Это местная полиция. Объявляет террористом. Говорят, что посадят в тюрьму, потому что я, оказывается, нарушаю вообще там африканские все законы. И этого делать нельзя. Так длился мой эксперимент недельный, когда я решил поехать в Африку и превратиться просто в наблюдателя. По профессии я продюсер, режиссер. Мне надо в кадре, чтобы все было четко. Я управляю процессом. Должно быть вот так, так, так стоять. Все должно быть четко, ровно по линеечке. И решил целую неделю побыть просто наблюдателем и никак не влиять на кадр. Удалось разобраться с этими полицейскими. Всего лишь за 20 долларов они разъехались. Но я себе поставил две задачи. Первая – снимать все подряд. Вторая – акцентировать свое внимание на очень уникальной девочке. Эту девочку звали Тира. Эту девочку, которую в 7 лет забрали с пустыни. Она не имела родителей, была в диком племени, не умела разговаривать. Ее взяли в детский дом и на протяжении года воспитывали. Я решил просто за ней понаблюдать. Для меня это был просто тоже прорыв, потому что просто с камерой никак ни на что не влиять и просто смотреть. Для меня был это прорыв. Но так родился фильм, первый мой документальный фильм про девочку Тиру. Про ее жизнь в Африке. Следующее. Это роль. Ну, представьте себе, вы себе определили время. Я еще называю ее территорией свободы. То есть обычно мы все в спешке, в спешке. А тут время, территория свободы. Второе. Надо определить вашу роль в этот период. Кем вы будете. Представьте себе, вы в лохмотьях идете по городу, в реальных лохмотьях, подходите к одному мужчине, который красиво одет, и говорите, дайте мне денег покушать. Потом он, конечно же, отворачивается от вас. Вы идете к переходу. Вы замечаете, там много людей возле перехода. Становитесь, спрашиваете, можете дать мне немножко денег, пожалуйста. Мне надо перекусить. Через четыре часа вы еле-еле собираете деньги на булочку и йогурт, после чего идете в магазин. Вот я сейчас куплю. Первый магазин отказывает, второй магазин выгоняет охранник, третий кое-как где-то купили эту булочку и йогурт. Роль бомжа для меня была тоже мозговыносящей. Один день я решил побыть бомжом. Походить, попросить. Но эта роль на данный момент помогает мне заговорить, когда мне надо, с кем угодно, о чем угодно. Поверьте, один день хватит для того, чтобы прокачать этот навык. До того, как я остановился, я не знал, что я хотел. Вот просто решил побыть этим человеком. Третье и очень важное — это действия. Надо очень четко продумать, что конкретно вы будете делать в этот период. Так получилось, что есть большие такие люди, которые каким-то образом повлияли на мою жизнь, на жизни многих людей. Действия отличаются от ожиданий. Когда мы ставим обычные цели, мы ставим цель. Вот это я ожидаю, вот это я получу. В контролируемой глупости надо не ожидания строить, а просто конкретные действия, которые вы будете делать. Возьмем, к примеру, таких людей, как Инштейн, Кидис, Стив Джобс. Инштейн. Если вы его почитаете, все его автобиографии, заметки и так далее, он говорил, он никогда в жизни не ставил цель открыть теорию относительности. Он просто делал эксперименты, он делал эти действия. И он говорил, что только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Логика вас может привести с точки А в точку Б, а воображение может привести куда угодно. Это его слова. Энтони Кидис — это человек, который один из немногих белых людей, которые поехали в Индонезию. Почему он поехал, он тоже говорил, не знаю, непонятно. Просто любил путешествовать. Он поехал в дикие места, облазил там все на свете. И так родился его один из самых известных альбомов «Калифорникейшн». Он говорил так, видать, тоже цитирую Эйнштейна, что одно из лучших определений безумия — это делать одно и то же снова и снова и ожидать, что результат будет другим. Ну, Стив Джобс, 2006 год, его выступление в Стэнфорде, он рассказывал про то, как он ходил и занимался каллиграфией. Он любил ходить туда, но он вообще не понимал, зачем он это делает. Потом, он говорит, через 10 лет, когда он начал разрабатывать шрифты в Макинтоше, он вспомнил про этот опыт и говорит, благодаря этому все люди имеют классные шрифты. А так как Windows — это калька Макинтоша, то вообще все люди имеют хорошие шрифты и могут ими пользоваться. Поэтому очень четко надо продумать, что вы будете в этот период делать. И следующий, на мой взгляд, самое сложное — это шевелись. Я называю «шевелись». Самое сложное после того, как вы выделили время, после того, как вы придумали роль, которую вы будете делать, после того, как вы придумали конкретные действия, которые вы будете делать, самое сложное — это шевелиться. Представьте себе историю. У меня есть друг, который лет 15 уехал назад в Америку. И я решил, я очень четко продумал действия. Я сажусь в самолет, я его по телефону не предупреждаю, ни о чем, я просто сажусь в самолет, приезжаю в его штат, сажусь на такси, приезжаю туда, прохожу по улице, подхожу к его дому, делаю звонок. Я просто продумал вот эти действия, и осталось их только сделать. Как сделать? Есть ли он дома? Может быть, он вообще не ждет меня? Может быть, чем мы будем заниматься неделю? А вдруг он улетел? Вообще непонятно. Я решил просто это сделать. И вот действие после того, как вы продумали, делать самое сложное, но его надо заставить сделать. И вот я сел в самолет, полетел, прилетел, пошел по улице, все как я продумал. И вот я стою, позвонил. Открывается дверь, выходит его отец с такими глазами, зовет сына, пришел мой друг, говорит, что случилось, апокалипсис или что? Что ты здесь делаешь? Конечно, это была незабываемая неделя, это были крутые эмоции, особенно ровно через год захожу я в кафе в Киеве, сидит он. Решил сделать ответочку, не предупредив меня, говорит, ну привет. Рассчитывать на какие-то такие результаты было очень сложно, но главное действовать, делать. Самым сложным экспериментом, который был у меня, он был буквально в течение 300 дней. И я решил, что за 300 дней, вдруг так принял решение, я должен подготовиться к дистанции айронмен. Ну, все друзья, которые меня знают, они знают Никита и спорт, это просто две разных вещи. И тут вдруг на фейсбуке выходит сообщение, что я готовлюсь к айронмену. Айронмен это там 4 соревнования, в котором 4 километра надо плыть, потом 190 ехать на велике, потом бежать 42 километра. Ну вот я решил это сделать. Пятый важный шаг, это проанализировать пройденный путь. И вот представьте себе, я прохожу этот путь. Ровно через год, 26 сентября, я буду бежать дистанцию айронмен. Плавать он с трудом может. Завтра будем бегать. Никита, не спишь, здрава. Вообще не мастер, я сейчас... У меня не есть, один. Как чувствуешь себя? Отлично. И я больше не хочу кататься на велике. Если брать какой-то отдельный элемент... Слушай, а я вообще успею подготовиться. Успеешь. Пока все по плану. В этом эксперименте родился вот этот пятый шаг. Представьте себе, прошел. А зачем? Через 300 дней я себе реально задал вопрос. Ну вот, получилось. А зачем это я сделал? И на самом деле очень важнейший шаг, это пятый. После эксперимента проанализировать, а зачем вы это сделали. Сохранить какой-то опыт, задавать себе вопросы, что мне это дало, какие были ощущения, что хорошего возьму с этого, что плохого. После каждого такого эксперимента это один из важных шагов зафиксировать, а что это мне дало. Сейчас я добавил еще один слайд, потому что очень важно, чтобы эти эксперименты были безопасными для вас и для ваших родных и близких. Это один из важных критерий. Давайте попробуем за 60 секунд, вот прямо сейчас вы достанете свои телефоны, бумажки, листочки, за 60 секунд попробовать пройти три шага. Значит, если у вас есть какой-то завтык, если вы хотите что-то поменять, если вы наоборот хотите получить, у вас все прекрасно, вы хотите получить какие-то мега необычные эмоции, попробуйте сделать этих три шага. Вам необходимо будет выделить время, напишите сколько время, когда вы будете экспериментировать. Вы можете попробовать на себя взять роль и продумать действия, которые вы будете делать. Есть быстрая подсказка, значит, как придумывать эти эксперименты для начинающих, потому что потом это уже проще. Если у вас есть какой-то страх, вы боялись, не знаю, выступать, значит, идите на вокзал, читайте стихи. Если вы боялись как-то внешность свою поменять, сделайте дреды. Или обратите внимание на желание. Ну вот хотели как-то спасти весь мир, пойдите разрулите пробку, которая в вашем городе образовалась. Не знаю, запланируйте что-то. Или это может быть очень просто. Взяли 200 гривен, прыгнули в машину к таксисту, заплатили 200 гривен, сказали, вези меня куда хочешь сам. И оно должно быть суперологично, то есть не поддаваться логике. Давайте сейчас прям попробуем, да, попробуем это набросать. Есть 60 секунд, поехали. Значит, можете определить вот эту вот территорию свободы, сколько времени. Одна минута, неделя, ну это уже не для новичков, можно два часа, можно час. Первый мой эксперимент был два часа, было супер, с гитарой. Определите роль, которую вы хотите сделать, она может быть сумасшедшей, может быть любой. Ну, у меня был случай с бомжом, было классно. Продумайте очень четко действия, которые вы будете делать. Как-то был опыт, когда я решил забежать в библиотеку на протяжении пяти часов, читать по 10 минут одну книгу, быстро читать, читать, потом переключаться к другой, третий, четвертый, пятый. Через три года я воспользовался этой технологией и написал диплом. Только главное, чтобы об этом не знал мой руководитель научный. Но продумайте эти действия. Вы сможете это сделать на перерыве, сможете сделать это дома, когда угодно. Но самое главное сделать, потому что эта презентация была сделана как раз под этим инструментом контролируемая глупость одним из моих друзей. Он просто взял ее и принес, эту всю визуальную презентацию. И она оказалась лучше, чем та, что я готовил. Поэтому я ее взял. Главное делать то, что вы запланировали. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...